Биологи Казанского федерального университета разработали уникальную методику, позволяющую обнаружить микро- и нано-пластик в живых организмах. Подробнее об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Полимерные материалы используются сегодня повсеместно. Из них изготавливают приборы, предметы обихода, одежда. А поскольку синтетический пластик почти не подвержен биологическому разложению и в качестве вторсырья практически не используется, то количество такого мусора постоянно растет, загрязняя окружающую среду. По данным Всемирного фонда «Дикой природы» в мировой океан попадает около 12 миллионов тонн пластика в год. Под воздействием внешних факторов пластика измельчается и приводит к появлению микропластика. Это частица размером менее 5 миллиметров. И нано-пластик, это частица размером менее 1 микрона. И таким образом они попадают в пищевые цепи и могут накапливаться в организме и приводить к ряду патологий. Ученые научно-исследовательской лаборатории био-нанотехнологии Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработали уникальную методику обнаружения микро- и наноразмерных частиц пластика в кишечнике беспозвоночных. Она основана на применении темнопольной микроскопии и гиперспектрального анализа. Минопольная микроскопия представляет собой особый способ освещения образца, при котором проходящий луч блокируется фильтром и боковые лучи освещают образец и при этом получаются частицы на темном фоне. Гиперспектральная же установка позволяет нам получать спектральную характеристику о химическом составе веществ. Таким образом, получается, мы получаем уникальный спектр для каждого вещества. В будущем уникальная разработка Казанского федерального университета поможет обнаруживать и оценивать количество полимерных частиц в окружающей среде, а также исследовать их распределение в тканях и органах. Диана Латышева, Фарид Захит Аклы, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова